Талые воды пришли в село Кинжи-Коль. Чуть не пострадали жилые и хозяйственные пристройки. На помощь пришли аварийно-спасательные службы. Жителей подтопленных улиц эвакуировали в местную школу, после чего приступили к откачке талых вод через дорожное полотно. Таков был сценарий республиканских командно-штабных учений КОКТЕМ-2020. Здесь собралось порядка 200 человек из аварийно-спасательных служб, а также около 100 единиц техники. Главная задача на сегодня – отработать возможный сценарий чрезвычайной ситуации. Республиканские учения начали в селе Кинжи-Коль, где есть угроза подтопления в весеннее время. Цель данного учения – это заблаговременно проведение превентивных мероприятий, направленных на снижение паводковых вопросов на территории Республики Казахстан. Данные мероприятия проводятся по всей Республике Казахстан. Уже проводятся мероприятия в этих рамках 35 тактных специальных учений. Один из практических мероприятий по снижению риска подтопления населённых пунктов. 41 мероприятие – это по очистке водопропускных труб любого назначения. Согласно сценарию, оперативно-спасательным службам совместно с волонтёрами и Центром медицины катастроф необходимо совершить обход для выявления пострадавших и эвакуировать людей с подтапливаемого участка – безопасное место. Сейчас мы находимся на улице Абдикова, где высока вероятность подтопления. Спасатели транспортируют тех людей, которые не могут самостоятельно добраться до эвакуационного пункта. Наша задача входит эвакуация, проведение подворового обхода, регистрация всех пострадавших, находящихся в данном районе подтопления, регистрация людей, которые самостоятельно не могут передвигаться. Ходячих людей мы транспортируем в специальных выделенных автобусах. Оценивает подготовку спасателей специалисты из комитета по ЧАЭС Республики Казахстан. По итогам проверки будут вынесены рекомендации и замечания. Сегодня проверка ещё не завершена. После завтрашних этапов учения полностью будет проведена подготовлена справка. Все имеющиеся замечания, как говорится, будут предоставляться руководству комитета, МВД, для устранения данных недостатков. В целом подготовка идёт в хорошем, как говорится, ритме. Стоит отметить, что в здании ДЧС Павлодарской области расположился специальный оперативный штаб, который контролирует ситуацию в регионе. Каждый населённый пункт рассматривают индивидуально. На сегодняшний день, отмечают спасатели, к чрезвычайным ситуациям готово порядка 600 человек личного состава и более 250 единиц техники.